сегодня тема такая как раз животрепещенная главная новость сегодняшнего дня в Чернобыле то, что ее тащить в папу, поэтому как раз и будешь отдохнуть я этого тоже кастусь ты меня темный, просил все, здравь вот, я посмотри, у вас девушка видит что-нибудь девушка, садись с тобой да, вот именно Дима, а ты, во-первых, сачкуешь, не представил, товарища не сказал, о чем он будет рассказывать Юра, слушай, я тебя не представил, поэтому представь себя сам а тут есть люди, оказывается, которые тебя я не знаю никогда не слышали а зовут меня, да? Юрин а фамилия у меня Лукьяненко а зовут меня? а куда? меня зовут? да, меня не зовут, я сам прихожу иногда и зовут это много больше я вообще бумажку с собой возьму дело в том, что я решил там какие-то подробности иногда я не все помню, к сожалению я уже старенький склероз я забываю некоторые названия ну, разговор пойдет о Черногории Монтенегро небольшая такая страна побережье Адриатического моря куда у меня взросло летом к сожалению, как-то вот три раза мы пытались это все организовать летом все разъехались потом кавер заслучилась вот наконец мы до этого брались ну так, немножечко впечатления уже подсели они не такие яркие но я постараюсь рассказать об этом во всем в принципе, не столько фотографический рассказ сколько о том, как мы ездили ну, то есть, общее туристическое обозрение по поводу страны я первый раз поехал в Черногорию у меня знакомых там было много все они хвалили, говорили приезжай кто-то там жил есть у меня приятели, которые там долго жили в общем, рассказов было много и все-таки я собрался вот сама Черногория вот она находится вот ее тут видно хорошо вот такая вот она квадратная здесь немножко деформировано изображение потому что не получилось у меня содрать его точно оттуда с этой стороны Албания здесь Сербия с этой стороны Хорватия и вот этот вот такой трапециевидный квадратик он 200 на 200 километров всего лишь то есть общая площадь Черногории всего лишь 13 тысяч квадратных километров а живут там, вы не поверите всего 600 тысяч человек меньше в одном районе Москвы то есть это практически такая свободная зона с горами, с речками с очень красивой природой с прекрасным побережьем с населением, которое на 80% составляет черногорцы хотя они на самом деле являются западными сербами и вот Сербия они говорят на сербском языке так что вопросов дальше не было по религии 80% православные наши люди те же самые храмы примерно там 15-20% албанских нет, нет нет, там католики и процентов 5 наверное мусульмане мусульмане живут очень компактно вот в этой вот области вот здесь Западгорица они же сюда ближе там города такие как Ульсин Адабаяна и прочее внизу там живут албанцы они мусульмане ну в общем погнали да, ну я скажу, что вот за 12 дней, которые я там был мы наездили по квадрату 200 на 200 километров больше полутора тысяч километров я на все 12 дней брал машину машина обошлась мне примерно в 27 евро в день да, очень хорошо вот я считаю и более того ну такой тонкости, чтобы потом не возвращаться скажу, что мне еще удалось выцепить у них там немножко денег потому что я когда получил машину мы поехали и в первый же день пошел дождь я выехал на машине такой радостный включая дворники оказывается, что дворник я такая железка приделанная я например, по стеклу железки так трех и ни хрена ночью не видно совершенно то есть мы выехали я понял, что все я ехать никуда не могу я сразу поехал обратно в Герц, который мне давал эту машину сказал, что ребята как же так, как я буду ездить и это было очень правильно потому что мы потом вернемся мы были в горах и меня это спасло они сказали, не вопрос сели до ближайшего автомагазина купил он дворники сказал, сколько там они стоят я говорю, что это 7 а он решил, что по 7, значит 14 ну давай мы тебе 25 евро вернем назад ну давай 25 евро назад вернули оба дворника стоили 7 евро ну нормально и на этом мы порешили значит, ну погнали ну это вот как раз мы собираемся из Шереметьево вылетать пока сидели ждали самолетик и наконец мы стартанули полетели и прилетели мы в славный город Киват находится он прям там на берегу Боккоторского залива Боккоторский залив самый большой на Адриатическом и вообще по-моему Средиземном море на 40 километров отдается вглубь территории очень живописное место и он такой как бы двойной такой у него как бы один залив потом горлышко такое и второй залив но по нему мы будем ездить и поэтому я потом поподробнее расскажу прилетели мы туда прямо в аэропорту взяли машину погрузили все в нее монатки и рано на утром поехали через Будву искать место куда мы решили поселиться снимали мы апартаменты ну практически квартира в небольшом участном доме на третьем этаже с балкончиком спорта а ну по этому поводу сколько заплатили 350 евро мы за 12 дней причем мы приехали вы что такая а приехали остановились я хожу еще где же эта квартира потому что разобраться невозможно стоит бабушка такая подхожу говорю вот мы там ищем квартиру так вы ко мне приехали я говорю наверное к вам она говорит о хорошо плохоненько по русски так как-то понимаю но она по-сербски говорит я по-русски мы друг друга поняли я понял что надо идти за ней нас привели ну с вас там 380 я бумажку достаю а у меня вот здесь написано 350 она говорит да позвала дочку посмотрю да говорит 350 ну хорошо значит 300 350 через какое-то время проходит а у вас там 350 было там а это за 12 это за 10 дней а за 12 типа 380 я бумажку достаю вот видишь написано 12 дней 350 да я сейчас дочку позову опять дочку позвали получилось 350 на все время ну то есть бабушка хотела заработать на нас ну как-то вот облом был ну а бабушка хорошая все время приходил она заходи милого говорит ракетцу будешь рюмочку ракетцы наливает хлопнет после пляжа после нее поговорили было замечательно мы все так замечательно жили вот короче там 10-15 евро я оставил чтобы ей было хорошо вот в общем было принимали очень хорошо слушай не понял у вас была какая-то комната или отдельная квартира практически однокомнатная квартира то есть маленькая кухонька а бабушка откуда все время бралась бабушка она на первом этаже смотри у них такой дом в три этажа на первом этаже живет бабушка дочка сын там ее какая семья и у них как вот пристроено сверху как три или четыре квартиры ну как у нас в Сочи они эти дела сдают эти квартиры и с этого живут вот у них своя веранда у них там можно посидеть на верандочке а так отдельный вход по лесенке обошел ихний дом с той стороны зашел и поднялся у тебя ключ балкон, квартира, туалет ванна все есть и кухонька небольшая есть кухонька такая европейская то есть метр на метр там микроволновка плита умывальник там колотеночки вполне можно это будет видно комнату не снимал вот так будет вот ну первое что мы приехали мы приехали в Будву мы как ехали вот на машине доехали до Будву увидели старый город это правда не тот первый кадр это просто мы уже ходили это панорама старого города я к нему потом еще вернусь Будва это самый наверное известный город Черногории потому что такой туристический исторический он в каком году я уж не помню 1440 в каком-то году основанный и живет там порядка 14 тысяч человек постоянно ну такой чисто в Хорватии то есть итальянский стиль с красными крышами достаточно забавный вот такой вот автомобильчик мы брали Chevrolet Avia вполне для двоих человек достаточно здесь еще стоят дворники старые которые вот это же и вот как раз это вот вы остановились вот это вот утром где-то часов 6 утра еще народу нет пляжи пустые только-только солнышко взошло вид на старый город вот практически вот эта вот старая Будва она вот вся здесь и видна потому что дальше все что начинается дальше сюда это уже новая Будва которая потом построили то есть прям из ваших окон это из машины мы жили не в Будве вот она старая Будва вот ее видно вот крепостные стены они как раз ее огораживают вся она здесь вот видна видна вдалеке не видно а потом будет ладно и мы вернемся в общем вот так и выглядит Будва жили мы в городочке который находится вот где-то вот там вот дальше за поворотом тут называется он Рафаилович кстати мест у них очень много таких забавных названий там Михалыча Петровича Рафаиловича и прочие евреичи какие-то там мы ездили смеялись было достаточно весело там забавно у них Петроваться называется ну для нас Петрович и Петрович мы поехали в Петрович поехали сели и поехали вот это вот утренняя Будва ну первое впечатление только мы выгрузились соответственно посмотреть на все вот здесь видно остров Святого Николая который там находится у них там тоже есть несколько отелей путешествовали а в каком месте это было? это июнь конец начало июля море теплое но пока это 7 часов утра или 8 было совершенно спокойно первое там видно люди выходят в бассейн просыпаются а здесь у них такая веранда там можно было на стоянке остановиться на машине и посмотреть на весь город но вид такой хороший весь город всю бухту видно значит мы проскочили мимо Рафаиловича для начала уехали просто сначала проскочили по ворот доехали до Святой Стефан он их называется вот этот островочек он тоже 1400 дремучих годов был заселен на нем три церкви находятся один католический собор и православная церковь был неизвестен никому не нужен жили там какие-то рыбаки и прочее до тех пор пока туда не приехало отдохнуть на район Монро с тех пор там стали вот такие отели номер от 300 в сутки евро стоит то есть очень круто все ну такое стало очень пафосное место погулять туда прийти можно на остров не пускают там охрана для того чтобы зайти надо еще заплатить денег но зато они там живут спокойно их никто не телебунькает они поэтому там все радуются культовое место да мы потом еще тоже к нему здесь и с с с с с